Всем привет друзья! Предыдущее видео вам очень понравилось, поэтому я решил сделать еще одну часть, но в этот раз уже будет ролик, который вы давно просили сделать. ТОП 10 способов заработка на самых низких разрядах. Опять же, никаких обновлений для начинающих игроков не было, поэтому будем отталкиваться от того, что есть. Ну а вы можете написать в комментариях, какое видео сделать следующим. Всем спасибо за вашу активность в виде лайков, подписывайтесь на мой канал и всем приятного просмотра. На ловле карпов очень много не заработаешь, но база доступна с 7 разряда и кроме того, что с продажи карпов за одни игровые сутки, можно получить около 1-2 миллионов игровой валюты, еще и прокачается несколько разрядов. Локация карповая заводь, лучшая наживка бойл, ловит со дна. Прикормить можно карп, карась плюс бойл. Субтитры сделал DimaTorzok На Суздале есть уникальный предмет, который ловится на всех локациях, на раковую шейку, икру, креветку и большого живца. На последние наживки лучше ловить, так как не будет перебивать угорь и другой прилов. Но и другие наживки вполне подойдут. Для того, чтобы вытянуть бочку, вам будет достаточно самых популярных удочек на таких разрядах. Лукфиши на 395 килограмм, и чтобы их не поломать, устанавливайте леску 350 килограмм. Возможны обрывы лески, но бочки на низких разрядах будут все же клевать в основном небольшие. Попробуйте половить на разных локациях, в разных ямках, найдите, где вам больше всего понравится рыбачить, и потом можно продавать пустые бочки на клязьме по цене около 4 миллионов за одну. Субтитры сделал DimaTorzok На клязьме до сих пор можно встретить игроков, предлагающих купить рыбу с кармой 3.15, будь то угри или любая другая рыба. Хороший вариант ловли черепахи на Ахтубе клюет на локации Оазис со дна на кусочки рыбы. Прикормить ямку нужно жмых на живка, и кроме зачетной черепахи будут попадаться и моллюски, которые тоже неплохо ценятся в качестве наживки. Кроме того, что вы заработаете денег на продажу зачетных черепах, опыта она дает тоже немало, как для начальных разрядов. Продолжение следует... Аналогично предыдущему способу можно ловить зачетных жериха и судака для последующей продажи на клязьме. Некоторые рыбаки не горят желанием ловить этих два вида для отвара удачи, а просто их покупают в среднем около 300 тысяч за штуку. Жериха лучше ловить все на той же демме, локации у поворота, на живца и блесны большого и среднего размера. Воблер 3014 и 3007 на медленной проводке. Да, на маленьких разрядах он не будет клевать очень часто, но попробовать стоит. Не так много вариантов развлечений на таких уровнях в этой игре, на которых можно еще и заработать. А вот после наступления ночи по игровому времени можно отправляться за ловлей судака, так как жерих клюет только в светлое время суток. Лучший вариант по моему мнению это Ахтуба, днем он клюет слабо, а вот ночью и на живца и на блесны клюет замечательно. В качестве блесен используйте воблер 3014 и твистер 100 большой. Самолет несет меня, будто в кулаке зажав великан, в иллюминаторе земля. Самолет несет меня, большой стальной великан, в иллюминаторе земля. Далее все сводится исключительно к ловле наживок. Возможно не так увлекательно, но выгодно. На Воксе очень хорошо клюет елет со дна наручайника, как раз подходящий для изготовления живца от 50 до 100 грамм. Вариантов, где можно наловить рыбы для изготовления живца очень много, но именно этой базы в моих видео еще не было. Стоимость сотни живца более 12 миллионов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Один из самых старых способов заработка в игре, это ловля лягушки на клязьме. Не знаю, так это или нет, но после обновления, по моему наблюдению, она стала клевать чуть хуже. Но все-таки, за счет роста цен в игре абсолютно на все, ловить ее до сих пор может быть очень даже выгодно на таких низких разрядах. Для ее ловли используйте икру или как более дешевый вариант хира на миду из обычного магазина. Сто лягушек уже оценивается более 20 миллионов на данный момент. Еще один довольно старый способ заработка, о котором я ни разу не упоминал в своих видео, а сейчас это стало очень даже актуально за счет роста цены на крабовое мясо. На базе Ахтуба, локация Клевый берег, хорошо клюет моллюск и престоводный краб со дна. При поиске точки заброса, также используйте прикормку жмых плюс икра. Сотня моллюск оценивается в 40 миллионов, а крабовое мясо более 30. При этом можно отнять 10 миллионов на покупку икры, так как ловить ее самому на низких разрядах уже не актуально и очень долго. Продолжение следует... Ну и конечно же в топ-3 попадает ловля раковой шейки. К сожалению, альтернативных способов заработка в игре не прибавляется, а разработчики лишь урезают все, что можно. Но опять же, за счет роста цены на наживки в том числе, заработок на ловле раков и изготовлении наживки из них до сих пор актуален. Никаких особых навыков вам здесь иметь не нужно, просто на локации лягушачья заводь ищите точку, откуда будут чаще всего клевать раки на червя со дна. Раковая шейка стоит более 40 миллионов за 100 штук. Раковая шейка Но за счет того, что вам нужно ловить для бочковой ухи, как ни странно, пустые бочки, либо их покупать за почти половину стоимости полной, то второе место, думаю, вполне заслужено. Здесь ничего особо-то и объяснять не нужно. Просто ловите платву, где вам больше нравится, выбрав что-то из видеоряда, например. Далее покупаете котелок в обычном магазине в разделе «Разные» и изготавливаете порционную уху с платвы от 1 до 2 килограмм включительно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далее вручную наполняем пустые бочки ухой. Чтобы получилось ровно 600 порций, просто съедаем последнюю оставшуюся в разделе «Еда» порцию до нужного оставшегося количества пустых ячеек в бочке для заполнения под крышку. Стоимость ухи близится уже к 15 миллионам. Да, первое место до сих пор на самых низких разрядах можно с уверенностью отдать ловле улитке на базе Переславль-Залецкий. Она до сих пор там хорошо клюет и до сих пор цена на нее растет и уже перешла отметку в 60 миллионов. На локации, пока рыбаки спят, используем наживки икра или зелень. Ловим со дна, предварительно прикормив жмых плюс икра. Ну и все, собственно. Таскаем улитку, делаем наживку до тех пор, пока она вам не надоест. Потом продаете это все на клязьме и заработав свои первые 100 лямов, возвращаемся на канал и пишем об этом в комментарии. Не забыл подписаться. На этом все, спасибо за полный просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok